здравствуйте товарищи и так ребята поводом сегодняшнего видео случилось вот что мои новые мотоботы как-то пару видосов назад я снял ролик где я попросил подписчиков дать мне совет какие может быть мотоботы приобрести для того чтобы ездить в эндуро и чтобы они были нормальные комфортные вот один из подписчиков спасибо тебе чувак за совет посоветовал мне приобрести мотоботы альпинстар течь 7 так вот я последовал его совету посмотрел обзоры и вроде как все хвалят что вроде как они очень удобные и в то же время защищают хорошо сегодня нашел я тут недалеко от берлина магазин но как это как онлайн-шоп и у них есть склад то есть можно на склад приехать и непосредственно померить в общем я съездил туда померил и приобрел себе вот эти вот замечательные мотоботы это альпинстар течь 7 эндуро версия с мембраны я сейчас объясню нюансы потому что если вы когда-нибудь вдруг надумаете брать себе подобные боты то эти нюансы важно знать так вот этих бот существует две версии то есть течь 7 эндуро и течь 7 кросс вот это эндуро вский чем они отличаются от кроссовских у эндуро вских на подошве вот как вы можете видеть у них шашечка такой как бы протектор то есть чтобы грязь месить а у красочей у них на этом месте у них просто более-менее гладкая подошва ну в принципе это основное отличие от эндуро и красочей и каждая из этих версий еще делится на две версии то есть есть с мембраны есть без мембраны так что тут тоже важно этот нюанс учитывать если вам нужно с мембраной то обращайте на это внимание что есть версии и дальше можно просто случайно заказать что-нибудь и придет не то что вам надо потому это очень важно я вот сейчас эти ботинки как бы забрал когда на складе я решил сразу там одеть потому что мне вести было те ботинки как ты в которых я приехал они компактнее их легче было ввести чем вот эти с собой они мне не помещались в бардачок так вот я в них проехался и что могу сказать ну ехал я не долго конечно это мой такой вот первые первые ощущения самые первые впечатления они еще не разношенные как бы и для меня подобный подобный формат ботинок он вообще новый у меня всю жизнь были другие ботинки то есть это такие массивные с хорошей защиты это у меня впервые в жизни так вот первое ощущение когда залез на мотоцикл как-то ну немножко неуклюже так кажется знаете ну у меня сейчас пока что коробка десяти то есть автомат мне щелкать вверх вниз не надо за меня это робот делает но что касается заднего тормоза то есть меня продавец предупредил где ты сейчас с тормозом задним аккуратнее ну пока ты его почувствуешь и действительно это было так что я тормоз сначала лапку вообще не чувствовал нажал или не нажал усилия как-то но пока до дома доехала километров 30 я специально поехал такими дорогами чтобы медленно было ехать чтобы останавливаться светофоров побольше было чтобы вот почувствовать именно педаль тормоза и уже подъезжая к дому я уже уверенно в них ехал то есть очень быстро это я к ним как бы привык что касается переключения передач я пока не знаю я два года проездил на автомате и сейчас опять пересаживаться буду на мотоцикл с такой срочной коробкой надо будет немножко опять привыкать но я думаю проблем не будет то есть вот пятка носочек у них такой вот здесь мать достаточно массивный здесь прям такие знаете как вот кто вы как ежик такой колючий интересный в общем они что касается шарниров я могу сказать у них вот здесь есть шарнир вот видите наверно здесь вот в этом месте они как вы на шарнирах гнуться то есть защита у них вообще в принципе классная и но самое главное это комфорт я говорю я в них когда за ноги засунул это это был это было что-то с чем-то это было вот как знаете в домашние уютные тапочки засунул единственное что я когда сейчас ехал я свои штаны в них заправил внутрь а так как у меня носки были короткие и потом когда я остановился в магазин зашел там немножко походил и вот то что я ходил и вот штаны как-то там тоже двигались и немножко икру икроножную мышцу немножко так тёрли неприятно поэтому надо носки еще просто приобрести такие высокие чтобы там ничего не натирала и все да вот я сейчас езжу в костюме рука и вот с этими ботинками очень хорошо что есть можно эти штаны позволяют себя натянуть поверх ботинка и также можно внутрь засунуть что-то что так что так ехать комфортно но я думаю это если будет погода скажем теплая сухая но если дождя не предвидится то можно не париться внутрь просто заправить и ехать а если будет предполагаться лютый дождь или грязь то оптимально всего будет просто поверху натянуть штаны и все и никаких проблем так что вот такие вот дела надеюсь на этой неделе мотоцикл можно будет забрать как бы он уже все готовы стоит единственное что его сейчас ставят на учет там это может продлиться и может сегодня позвонят может в конце недели может начале следующей недели но в германии тут ничего быстро не делается поэтому как бы можно расслабиться и не париться на этот счет просто ждем и радуемся предвкушаем так что все спасибо ребята за просмотр всем пока до новых встреч